здравствуйте дорогие рукодельницы продолжаем наш урок по вязанию резинок различного вида резинок сегодня вам предлагаю связать вот такую резинку называется она ветвистая резинка это односторонняя рисунка вывязывать только с одной стороны для того чтобы связать такую резинку нам необходимо брать петель кратной трем например 369 и плюс 2 кромочных я набрала для образца 2 кромочных 1 дополнительная и 21 петля для врата небольшое количество несколько рядов вы видно было как она вообще будут резинкой а такая довольно эластичный подойдет для отделки внизу у кого для манжета можно использовать обыкновенный резинка может взять такую она немножко как бы очень удобно вы для тех кто я же бабушкина петлями есть такой момент провязывание что за заднюю стенку на провязке на вторую петлю именно для сделки что-то ей вязать наверное будет очень долгий процесс а вот и взять манжеты рукавов низу изделия быть очень интересно смотреться на как и такая вот необычная резинка давайте приступим к вязанию вообще вязание как повторяется 3 ряда но я вам уже скажу покажу как и с самого начала 1 и 2 ряд только вяжутся однократно далее все вязание повторяется 3 ряда первый ряд у нас вяжется так 1 изнаночная двери цивых это наш раппорт заканчивается вязание 1 изнаночной петли снимаем кромочную или вяжем 1 изнаночная 2 лицевых изнаночная 2 лицевых и так весь ряд вяжем 1 изнаночная 2 лицевых как я уже сказала это только первый начальный ряд потом уже вот этот ряд вывязывается нибудь ну как бы одноразовый у нас такой ряд вязание заканчиваем изнаночной петлей кромочная первый ряд мы провязали второй ряд мы вяжем по рисунку где у нас были изнаночные петли там у нас лицевые 2 лицевые там идут снимаем кромочную вяжем лицевая 2 изнаночных в обратно порядке 5 лицевая 2 изнаночных и заканчиваем ряд лицевой и кромочные первых два ряда мы провязали дарю на спадет основной третий ряд вяжет этот основной ряд следующим образом снимаем кромочную провязываем 1 изнаночную петлю она изнаночной дальше у нас идут 2 лицевые вяжем их следующим образом 1 этот лицевой петлю мы пропускаем вторую петлю лицевой мы провязываем бабушкины петли так называем за заднюю стенку и провязываем ее за заднюю стенку от петли провязали петля у нас еще на спицы далее первая петля которую лицевой лет мы ее провязываем обыкновенно за переднюю стенку таким способом провязали и теперь сбрасываем их со спицы дальше надо 5 лет изнаночной петли затем опять точно так же первую петлю мы пропускаем и за заднюю петлю провязываем вторую лицевую петлю на заднюю петлю мы провязываем на 2 провязали далее первую петлю которым пропустили мы провязываем обыкновенно лицевой петлей классический так сказать сбрасываем дарю нас опять идет изнаночная петля последний у нас изнаночная и затем кромочная основной узор мы провязали дали на цвет 4 лет он вяжется по рисунку два петля 2 изнаночных у нас получается 2 изнаночных исключительно по рисунку вяжем дальше вот мы закончим на связание рапорта и будет стареться опять вот третьего ряда который мы только что вязать до этого я заговорил вот этот первый второй ряд это только для самого начала дальше всего вязать кучик на третий ряд 3 4 от 3 это основной 4 изнаночной и звук на основном получил пробел поскольку мы провязали первый второй ряд обновлены привязать и поэтому здесь так получилось как резинка так основной узор вот такой он как бы немножко в костюме в сторону уходит спасибо за внимание вяжите вместе со мной у нас еще перейти много различных видов резинок ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе урок спасибо за внимание